Краснодар здорово через центр находит между линиями Жаркову, Мидея разворачивает атаку в центр и дальний удар куда опаснее, чем вот что был минут назад у Рязани. И Рязань ВДВ и Краснодар очное противостояние начали фактически без разведки, в течение нескольких минут обменявшись дальними ударами. Точности не хватало, поэтому игра на коротке стала основной тактической моделью. Стартовый натиск южанок наши девушки отразили, игру от ворот отодвинули, а потом и вовсе перехватили инициативу, помогли стандарты. Отдача в центр штрафной площади, удары, гол, 1-0, Рязань ВДВ выходит вперед. Гол забила Дарья Еременко с передачи Ксении Шаховой, которая, к слову, сейчас лучший ассистент рязанской команды. Это была ее шестая результативная передача. Окрыленные забитым мячом десантницы продолжали наседать на ворота Кристины Алешиной, но снова угловой подача, гол. А в конце первого тайма наши футболистки и вовсе увеличили счет до крупного. Голкипер Южанок Кристина Алешина сфалила в штрафной площадке. С 11-метровой отметки Наталья Перепечина открыла счет своим мячам в чемпионате. 3-0. Перепечина сбивает третий мяч в ворота Краснодара в дополнительное время к первому тайму. После перерыва краснодарские футболистки пошли в обанк и один мяч отыграли. Десантницы пропустили во время розыгрыша штрафного удара. Счет до конца матча больше не менялся 3-1 в пользу Рязань ВДВ. Сейчас команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице, пунктом выше Краснодара. Следующая игра тоже домашняя, 31 июля с Енисеем, который попытается реабилитироваться перед болельщиками после трех поражений подряд. Так что поддержка трибун нашим девушкам будет очень кстати. Валерий Седов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова